Владимир Дернов. Основы психосоматики. Методики редактирования негативного опыта. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вводная глава. Кто не понял своего прошлого, будет вынужден пережить его снова. Сиддхартха Гаутама. Будда. Понимание принципов психосоматики поможет вам по-новому взглянуть не только на сферу здоровья, но и на отношения, работу, финансы, семью. Во всех сферах жизни есть причинно-следственные связи. Часто они кажутся неочевидными, но над ними можно работать. А эта книга поможет начать их замечать. Один мой друг говорит, что важно читать книги, написанные во времена, когда целью не являлась личная выгода или реклама автора. И в этой книге вы получите информацию, которую можно применять в своей жизни. Сейчас доступно очень много информации по работе с психосоматикой, по гипнотерапии. Для скептично настроенных хочу привести несколько фактов. В 2018 году я подготовил участника соревнований по поеданию острого перца так, что он не чувствовал жгучий вкус, не испытывал раздражения слизистых оболочек и слезоточения в процессе. И занял там первое место. В сезоне 2020 футбольная команда Инвольта, Лига АФЛ, с которой мы работали, заняла высокое место в своем чемпионате и выиграла Кубок АФЛ. Хотя раньше не доходило даже до стадии плей-офф. В 2018 году я провел работу по избавлению от фобии с объективным контролем результатов на медицинском оборудовании. Для этого применялся тестер вегетативной нервной системы ВНС-Микро, а сам эксперимент проходил под контролем врача. В итоге результат наблюдался не только со слов самого добровольца, но и был виден по показателям работы симпатической и парасимпатической нервных систем. Среди результатов моей работы с психосоматикой очевидные случаи избавления от аллергии, проверенные уже годами результаты и снятые диагнозы по нарушениям в работе щитовидной железы, гипотириозу, серьезным проблемам с кожей, псориазу, причинам заикания, болям неясной этиологии и восстановлению обоняния после коронавируса. Все это так или иначе закодировано в нашей нервной системе и при определенном подходе может быть исправлено и возвращено к гармоничному состоянию. Я написал эту книгу, основываясь на годах практики и опыте работы с сотнями клиентов. Для того, чтобы результат от прослушивания этой аудиокниги был лучше, я предлагаю подойти к ней в открытом состоянии, слушать ее не как справочник или набор фактов, а настроившись на восприятие, переслушивая и обдумывая. Мой путь. Мое первое серьезное знакомство с психосоматикой на собственном опыте случилось в 10 лет. Я был обычным подростком, учился в школе, читал исторические книги и занимался плаванием. Все это мне нравилось, пока не пришло время крупных соревнований, на которых предстояло подтверждать спортивный разряд. На тот момент лучшим из моих спортивных достижений было второе место в своей возрастной категории на чемпионате города Иваново. А к новым серьезным соревнованиям по федеральному округу необходимо было пройти расширенное медицинское обследование. На этой диспансеризации врачи-кардиологи диагностировали у меня порог сердца. Путь в серьезное спортивное плавание оказался закрыт. Было решено пройти более полное обследование состояния сердечно-сосудистой системы, чтобы понимать, что именно происходит и как быть. Для этого меня направили в стационар в кардиологическое отделение. К моменту, когда меня положили в больницу, левая половина груди начала периодически болеть. Я чувствовал себя лишенным спорта, где были какие-то перспективы, и ощущал беспокойство перед будущим и тревогу со стороны близких. С врачами, больницами по несколько недель и маячащей операцией на сердце. Дальше мы будем разбирать, какое огромное влияние на ребенка имеет состояние мамы в частности, и тревога со стороны близких в целом. Когда плохие подозрения отошли на второй план и было принято решение наблюдать, ситуация начала налаживаться, а мамина тревога понемногу снижаться. Где-то в тот период мне попалась книга про полководца Александра Суворова, который рос болезненным ребенком, сталкивался с рядом ограничений, но не хотел с ними мириться. Поэтому начал практиковать гимнастику, закаливание и вообще настраивал себя на хорошее самочувствие и состояние. Подобный подход и фокус на здоровье и путях выхода из ситуации был мне гораздо ближе, чем настрой на страдания. И так как путь в плавание оказался закрытым, я начал заниматься ушу и цигун. Мой путь в гипнотерапию и работу с психосоматикой начался в тот момент. Дыхательные практики и упражнения, медитации и управления своим состоянием. Дыхательные практики развивают способность концентрации, умение управлять вниманием и состоянием, внутреннее равновесие. Когда мы становимся внимательнее к себе, то учимся чувствовать и изменения в состоянии других людей. Мне было интересно развитие скрытых способностей и ресурсов организма, которые есть у каждого из нас, но находятся в спящем состоянии. Новый, еще более глубокий уровень управления собой и своим телом. Можно сказать, я рос в этой философии движения вперед, контакта с телом, гибкости ума. В какой-то момент я заметил, что те аспекты в управлении своим состоянием, которым мы двигаемся на занятиях, похожи на то, что описывается в источниках по гипнозу. И стал изучать эту тему глубже. Читать, наблюдать, проходить различные курсы и обучение. Для понимания психосоматики нам важно рассматривать человека комплексно, с разных сторон. Понимая, что все эти разные стороны оказывают друг на друга взаимное влияние. Мы живые существа. И биологические аспекты очень серьезно предопределяют то, что с нами происходит. В первую очередь, это генетика, наши природные данные. В генах заложена различная информация. И с точки зрения генов, у нашей жизнедеятельности есть три главные цели. Первая — это выживание. Сохранить свою жизнь и быть в безопасности. Если есть угроза выживанию, все ресурсы ориентируются на то, чтобы сохранить жизнь. Но, в отличие от животных, мнимую опасность мы легко можем воспринимать как реальную. Точно так же мы воспринимаем и неприятные воспоминания о прошедших событиях. Начиная от мыслей «надо было тогда по-другому ответить» до прокручивания различных вариантов развития событий. Мы буквально начинаем перепроживать все ощущения. Часто это происходит перед сном. И об этом мы поговорим несколько позже. Следующая биологическая задача, которую ставят нам гены, — это продолжение собственной жизни. Не только сохранить, но и передать гены дальше, размножиться. Третья цель — занять свое место под солнцем. Это наша социальная реализация. То, каких успехов мы добиваемся, как нас воспринимают окружающие и как мы в итоге себя чувствуем. И если при достижении каких-то задач мы сталкиваемся со сложностями, то начинаем испытывать стресс, напряжение и тревогу. В дальнейшем они могут приводить к плохому самочувствию, страхам, апатии, мигреням и депрессии. Поэтому стресс, который мы накапливаем, необходимо как-то снимать. Представьте себе оленя, за которым гонятся волки. Есть два основных варианта развития событий. В одном случае оленя догонят и съедят, и тогда для него все закончится. Но если олень смог убежать и спастись, в его теле есть физический механизм сброса напряжения. Животное ложится на землю и начинает трястись и дрожать. На самом деле у нас тоже присутствует этот механизм. Но мы им не пользуемся, а привыкли подавлять. Часто такое состояние вообще воспринимается как какое-то проявление слабости. Потому что есть определенные социальные рамки и нормы поведения. Адекватности, приличия. Вспомните свое состояние, когда после какого-то стресса вас может начать потряхивать. Подобное бывает, например, когда за рулем человек избежал аварии. Или на работе на подчиненного наорал начальник, или происходит что-то еще. Порой это может быть что-то невинное для стороннего наблюдателя, но очень значимое для человека. А у него нет возможности в этот момент лечь на пол и начать дрожать и трястись. В лучшем случае он позволит выйти к какой-то части этого заряда на тренировке, в бане или на массаже. В худшем – накричит на кого-то, сорвется. Или этот стресс пойдет в тело и выльется в итоге каким-то нарушением здоровья. Так вот, если вернуться к животному миру, то этот физический сброс напряжения жизненно необходим. Когда в убегающее животное стреляли усыпляющей пулей, отгоняли хищников, которые за ним гнались, а его помещали в спокойную обстановку, то после того, как этот олень приходил в себя, его тело пыталось бежать, пыталось физически продолжить бег. Если этому процессу мешали и блокировали движение животного, некоторые даже умирали. Представьте себе, какой большой объем напряжения копится, когда мы раз за разом что-то проглатываем, терпим, сохраняем, оставляем внутри себя. Но это еще не все. Если такой олень смог убежать от хищника, ему удалось спастись, он не ходит и не переживает о том, как он убегал. А если бы я сделал вот так, хорошо это или плохо? В отличие от человека, который долго может прокручивать мысли о том, правильно ли он сказал и как можно было иначе. То, что мы пережитый опыт потом анализируем и рассматриваем, одно из наших существенных отличий от животных. С одной стороны, хорошо, что мы учимся на опыте, но с другой, зачастую мы тратим на это слишком много энергии и беспокоимся насчет тех ситуаций, по поводу которых можно было перестать беспокоиться. И это может нас изматывать, вызывать стресс, напряжение и тревогу. Более того, наш мозг автоматизирует наши реакции после различных пережитых ситуаций. Это делается для того, чтобы каждый раз, встречая однотипную ситуацию, мы не тратили много времени на то, чтобы ее анализировать. Автоматизмы окружают нас. Начиная с того, как заходя домой, мы на ощупь включаем свет, заканчивая, например, фобией или аллергической реакцией. И если с бытовыми мелочами все понятно, то почему закрепляются дискомфортные реакции? В стрессовой ситуации создается схема реагирования или определенный слепок, с которым в будущем наше подсознание начинает сверяться, как пошаговая инструкция того, как нужно себя чувствовать. Лет 10 назад меня остановили на посту ГИБДД под Краснодаром. И, глядя на мой уставший вид и красные глаза, сотрудники предположили, что я наркоман. И если найти понятых, то найдутся и наркотики в моей машине. Чтобы избежать такого сценария, мне предложили заплатить, но наличных у меня почти не было, а идея перевода на карту им не нравилась. В итоге меня благополучно отпустили, но, что называется, осадочек остался. Тело запомнило этот стресс, и с тех пор я каждый раз, встречая на дороге людей в форме, начинал очень сильно нервничать. При этом я понимал, что все в порядке, и мог сам себе прочитать целую лекцию, по пунктам разложить, почему мне не надо переживать. Но мое подсознание было с этим не согласно и выдавало реакцию страха. У меня поднималось давление, появлялось сжение в груди, тело мобилизовалось, чтобы как-то отреагировать на то, что считает потенциальной угрозой. Это древний механизм мозга. Бей или беги. Если я ехал ночью, и фары освещали светоотражающие полоски на форме людей на обочине, сразу возникал страх. Когда я видел, что это дорожный рабочий, страх проходил. Если это были сотрудники ГИБДД, страх становился только сильнее. Самое интересное, что они всегда это чувствовали и очень часто останавливали меня. Дело в том, что мое тело сигнализирует обурлящих внутри чувствах, и инспекторы интуитивно это считывали. А если человек волнуется, нужно его проверить и убедиться, что все в порядке. И хотя мне казалось, что я никак не проявляю свои внутренние ощущения, очевидно, что это было не так. А после того, как я избавился от этого состояния, то просто стал им неинтересен. Паническая реакция перестала проявляться и управлять моим состоянием. Вообще, это очень показательная ситуация, и на ее примере рассмотрим несколько базовых принципов того, как работает психосоматика. Почему эти симптомы не возникают у каждого человека, который оказался в подобной ситуации? Принципы психосоматики. Любой появившийся симптом можно сравнить с сорняком, который вырос прямо у вас в комнате. Раньше все было ровно и ничего не мешало ходить. Но в какой-то момент прошла гроза, вода попала в комнату, и откуда-то вырос сорняк. И теперь вы запинаетесь об него. Гроза — это стресс, а сорняк — какие-то неприятные симптомы. И кто-то думает, что дело в тучах, или в открытом окне, или в поверхности, где появился сорняк. Но основная причина, по которой гроза смогла повлиять на появление сорняка, в том, что где-то уже был корень. Все остальное — просто сопутствующие факторы. Без корня ничего этого бы не произошло. У каждой явной проблемы есть какая-то неявная предыстория. Что-то, что формирует ее. Готовит почву, зароняет в нее зернышко, из которого появляется корень. Скрытая часть. Действительно, если 100 человек попадет в аналогичную ситуацию на посту ГИБДД, бояться начнут далеко не все. Кто-то расслабится и забудет обо всем уже через 10 минут. Ну или на следующий день. Для кого-то сама такая ситуация станет зернышком, из которого в будущем может вырасти корень. А у кого-то, как у меня, все уже готово к появлению сорняка, видимой и ощутимой в жизни части проблемы. Именно из-за такой структуры большинства наших дискомфортных чувств от них не получается избавиться с помощью логических доводов и советов. Друзья говорили мне что-то вроде «не переживай», «скажи себе, что это их работа», «установи видеорегистратор». Все логические рассуждения — это работа на поверхности. Конечно, что-то можно сделать с сорняком. Гладить его, принимать, выделить ему место. Но это мало влияет на то, как он вмешивается в привычный распорядок вещей. Есть ещё одна метафора, которую я часто использую для иллюстрации всех этих механизмов. Представьте себе, что вы живёте в лесу и собираетесь в гости к бабушке. Вы даже видите сквозь лес, где находится её дом, и понимаете, что можно пройти к нему по прямой. Но вместо этого вы идёте по неудобной тропинке, которую проложили когда-то давно. Она петляет между деревьями, на ней резкие повороты и перепады высоты, и она в несколько раз длиннее. Но ваше тело знает, что двигаясь по этой извилистой тропинке, вы уже добирались до бабушки.